Всем привет, на связи Мабу и в сегодняшнем видео мы поговорим о том, с чего же стоит начать, если вы хотите изучить разработку мобильных приложений. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать андроид разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать андроид приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия, если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и, конечно же, настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии андроид разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе «Андроид разработчик» за 3 месяца. На этом курсе я сделаю из вас андроид разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему андроид, а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под андроид и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию андроид разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс «Андроид разработчик» за 3 месяца. Я помогу вам стать профессиональным андроид разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео. Итак, меня очень часто спрашивают, с чего начать изучение мобильной разработки или дайте мне какую-нибудь карту, по которой можно пройти, чтобы понимать, какие технологии изучать. Но в первую очередь, когда вы решите стать разработчиком мобильных приложений, вы должны в первую очередь выбрать платформу. Да, люди приходят, думают, сейчас я буду писать под все платформы. Нет, нужно выбрать платформу. Вы будете писать либо под Android, либо под iOS. Можно писать по две платформы, но после того, как вы отлично и безупречно изучите одну из платформ. Ну, насколько безупречно, ну, настолько, что, например, сможете написать мобильное приложение для того же интернет-магазина. В принципе, особо сильных знаний, глубоких самой платформы не нужно. Нужно просто знать, допустим, Android-разработку. Ну, в общем, да, есть две платформы, Android и iOS, да, есть кроссплатформенная разработка, но туда я не советую идти, потому что это заблуждение. Вам продают это сейчас как то, что вы можете создавать сразу мобильное приложение под обе платформы. Иногда это два разных мобильных приложения, иногда, собственно, какие-то приводки под каждую платформу, да. Также, либо можно кроссплатформу делать одно приложение под обе платформы. Но сама соль в том, что разрабатывая сразу под обе платформы, вы все равно должны разбираться в обоих этих платформах. Это сделать очень тяжело на начальном этапе, и поэтому в любом случае я вам рекомендую выбирать конкретную платформу и заниматься именно нативной разработкой, то есть под конкретную платформу, потому что работая даже с кроссплатформенным приложением, вы будете работать с клиентами, которые хотят сэкономить. То есть это бедные клиенты, а мобильная разработка не прощает низкие чеки. Если в разработке сайтов можно взять заказ низким чеком, потому что, собственно, можно сэкономить на времени и можно очень быстро создать сайт, даже не прибегая к программированию. В Android разработке так не получится. Вам придется месяцами сидеть над мобильным приложением и делать это за низкий чек, это по меньшей мере глупо. Поэтому выбираем только нативную разработку и выбираем платформу. Вот мы выбираем, допустим, Android платформу, да. Что дальше? Дальше вам нужно понять, в классике жанра, как это происходит. В классике жанра вы должны определить, на каком языке программирования, вы будете разрабатывать. Допустим, изучить самые основы Android разработки можно даже, если вы не знаете языка программирования, на котором она разрабатывается. Потому что платформа Android, работая под Android, разрабатывая мобильное приложение под Android, вы пишете по факту на Android SDK. То есть вы пишете, скажем так, используя методы, объекты, классы, все это, используя то, что было написано до вас, разработчиками платформы Android. И это все вы просто переиспользуете. Но для глубокого понимания, все равно нужно изучение основ синтаксиса языка, на котором разрабатываются мобильные приложения под Android. Сейчас, в 2022 году, мобильные приложения под платформу Android, разрабатываются исключительно на языке Kotlin. Ни на какой Java. Java это уже устарело для Android разработки. Java идеально подходит для Enterprise, то есть для разработки того же бэкэнда, для крупных корпораций. То есть для создания приложений для крупных корпораций. Так, потому что там нужна вся эта мощь Java, которая в нее заложена. Здесь эта вся мощь, она не нужна. Здесь Java раньше использовалась в очень урезанном и ограниченном формате. И если вы посмотрите на тот код, который писался, она пишется на Kotlin, и который пишется на Java, для реализации одной и той же задачи, то вы увидите, что код Kotlin намного меньше, намного простой для понимания, и намного удобен для использования. Если вы будете открывать все новые технологии, которые выходят, они в первую очередь выходят на Kotlin, а потом уже по Java. И то не все технологии даже выходят по Java. Изучая Java под Android разработку, потому что я очень часто вижу ситуацию, когда человек мне приходит и говорит, хочу на курс, а вот я Java изучаю год. Год. Java. Он за полгода мог стать Android разработчиком. Он год изучает Java. Если вы идете изучать Java, то год это нормальное состояние изучать Java, потому что она слишком большая. И там большинство и не нужно для Android разработки. Kotlin просто как нужно сделать. Вы берете, изучаете основу, идете в Kotlin, изучаете его основы. Ну, если вы будете делать это самостоятельно, и на моем курсе вот самостоятельно искать, ну, неделю. Нужно изучить основы. Что такое перемены, как создаются перемены, как присваиваться значение переменам, да, как можно редактировать эти значения, где можно редактировать, где нельзя. Что такое функции, как использовать функции, как создавать функции, как вызывать функции, как работать с функциями, которые что-то возвращают, как работать с функциями, которые работают с аргументами, как работать со статичными аргументами. Далее изучаем коллекции, там массивы, списки, листы, вот это вот все мы изучаем Далее циклы, как с помощью циклов можно перебирать те же самые массивы Обязательно изучите условные операторы, которые просто везде используются Изучите какие они бывают в языке Kotlin и как их использовать Далее вы уже переходите к изучению объектно-ориентированного программирования в Kotlin Изучите что такое классы, как для этих классов создавать объекты, зачем создавать объекты Как создавать у классов поля и методы, как у объектов данных классов вызывать эти поля и методы Как это все можно редактировать, для чего нужны интерфейсы, как реализуется принцип наследования Какие принципы бывают, какие принципы в ООП бывают, как реализуются эти принципы Что такое модификаторы доступа, для чего они нужны, почему по максимуму нужно делать модификатор доступа приватный. То есть все вот это самое основное, опять же, глубоко копать не надо. Вы, если будете самостоятельно это все искать, недели за глаза хватит. Не нужно копать слишком глубоко, вам это не нужно. В дальнейшем, если потребуется, вы это все нагуглите, когда у вас уже будет небольшой опыт Android разработки, когда вы будете хотя бы понимать основу Android разработки. Сейчас, для того, чтобы зайти в Android разработку, вам нужно чуть-чуть разбираться в синтаксисе языка Kotlin. После того, как вы изучили синтаксис языка Kotlin, вы можете переходить к изучению Android разработки. Естественно, у вас уже стоит установлено Android Studio. Вы заходите и изучаете, из чего состоит проект. Изучаете, для чего вам нужен файл-манифест, для чего ресурсы, как работать с ресурсами. Учитесь из основ Android, как создавать различные экраны, чем отличаются Activity от фрагментами, как производить перевод из одного экрана в другой, как перебрасывать данные из одного Activity в другие, как перебрасывать данные во фрагмент, как работать с виджетами, что такое виджеты, как взаимодействуют XML-шаблоны Kotlin класс, как работать со стандартными виджетами. Вот все это основное. И, конечно же, что такое жизненные циклы и в каких случаях мы должны работать с этими жизненными циклами, как мы с ними работаем. После того, как вы это все узнаете, вы сможете создавать уже небольшие простенькие мобильные приложения. Но далее вам нужно изучать UI, то есть создание визуального интерфейса мобильных приложений. И вы должны понимать, как на вот эти все виджеты, элементы мобильного приложения навешивать события, то есть те действия, которые с ними совершает пользователь. Для этого вам нужно изучить библиотеку Material Design. И далее вы поступенчато и дальше изучаете самый популярный виджет RecyclerView, ViewPager, идете изучать базы данных, начните с локальной базы данных на устройстве SQLite. Ее саму, в принципе, не нужно изучать, но нужно изучать библиотеку Room, которая работает с этой базой данных. И перед этим я вам советую изучить теорию базы данных. Что такое реляционные базы данных, что такое нереляционные базы данных, как они создаются и как представляется сама таблица базы данных. И что такое такое явление, как несколько таблиц базы данных в одной базе данных. И когда вы изучите работу именно с локальной базой данных, вы научитесь работать с основными событиями. Создание записи, редактирование записи, получение записи, получение записи по определенным параметрам, просто получение всех записей, удаление записи и очистки таблицы. После того, как вы это все изучите, вы можете переходить на следующий уровень. Это изучать работу с сервером и работу с сервером через библиотеку Retrofit. И в принципе вы можете научиться делать такую штуку, как когда вы храните данные на сервере, на той же базе данных MySQL, вы должны научиться получать данные с этого сервера, мигрировать все эти данные в локальную базу данных на устройстве SQLite и уже с ней работать через библиотеку Room. И это все вы должны реализовывать через специальный архитектурный паттерн MVVM. Этого всего я и обучаю на своем курсе. Дальше по ступенчатой вы идете, идете, там останется вам доучить несколько вещей. Вот в принципе я хотел вам просто рассказать с чего начать, но по факту я вам разложил весь путь Android разработчикам. Меня очень часто спрашивают, есть ли видео по карте, по которым можно двигаться в изучении Android разработки. Я каждый год выпускаю такое видео, но называется «Что должен знать Android разработчик в 2021 году, 2022 году». Оно выходило в этом году, но меня опять спрашивают, что же, что же, что же должен знать. Наверное, я сделаю видео, сделаю подробную карту графическую, по которой вы сможете скачать, не знаю, там распечатать, или где-то сохранить на компьютере и двигаться по этой карте. Но если вам прямо сейчас нужно знать, что изучать, и в каком порядке, просто переходите по ссылке внизу, где ссылка на мой курс, открываете, там раздел есть, темы обучения, уроки, и там по урокам как раз таки все разбито, что выдал, что изучаем. И вот прямо по этим технологиям идите на самостоятельное изучение. Но если вам нужно стать Android разработчиком оперативно и качественно, и как бы обучаться на примерах качественного коммерческого кода, а не того кода, который вы возьмете из интернета, потому что 80% кода, который вы найдете на просторах интернета, в различных стаках AdWords и на всех сайтах, он будет некачественным. И он не будет, возможно, где-то даже не будет отвечать всем принципам чистого кода. А я своим ученикам предоставляю распоряжение код, который используется в коммерческих проектах. И поэтому у вас, собственно, при обучении у вас под каждым уроком есть пример кода, который вы можете скачать себе и поработать над ним. Взять его, скопировать свой проект, переработать его, провести через себя, переименовать объекты, перемены. Как-то под свою стилистику может написание построиться. В целом вы можете скачать его еще и посмотреть, как правильно писать. Тем более я рассказываю вам конкретно, что за что отвечаю. Это очень легкий путь, в принципе, курс недорогой, потому что, допустим, вам не обязательно брать, скажем так, пакет с консультациями. Вы можете взять, допустим, за те 3 тысячи рублей, вы можете вообще купить весь курс. Не помесячно платите, а за 3 тысячи рублей можете купить весь курс. А потом, если вам на каком-то месяце нужна будет консультация, вы просто можете там те же полторы тысячи доплатить и проконсультироваться. Но курс написан подробно и качественно, и очень многие не прибегают к консультациям, потому что там все понятно, просто сдают домашние задания. Плюс к тому, курс обновляемый. Если что-то меняется, я обновляю курс. Поэтому, когда мне спрашивают, какого года курс записан, он обновляемый, он текущего года. То есть, он постоянно обновляется. Но это я уже отошел от темы. Тема в целом звучала у этого видео так. С чего начать изучение разработки мобильных приложений? Изучение разработки мобильных приложений нужно начать с осознания того, что вы хотите разрабатывать мобильные приложения, а затем выбрать платформу, под которой вы будете разрабатывать. понять, какой язык в данный момент используется при разработке мобильных приложений под эту платформу. То есть, Android выбираем, выбираем язык Kotlin и переходим к изучению основ Android. На этом у меня все, что я вам хотел сегодня рассказать. С вами был проект Mabu. До встречи на следующих эфирах. Всем пока.